Фермеры кладовой Алёкмы в ближайшие дни завершат пассивные работы. В этом году главная задача сформировать полноценную кормовую базу. Для этого посеяли не только привычные травы, но и добавили новые. Разрабатывают и старые заброшенные поля. Пассивная идет по графику, чтобы уборочная прошла ровно по всем участкам. Елена Фаст продолжит. В эти дни Николай с утра и до позднего вечера на пассивной. Завершает работы кладовая Алёкмы. Объемов прибавилось. В этом году разрабатываются поля, заброшенные лет 15 тому назад. Раньше садили, да. А в какие годы примерно? Последний раз в 2006 году, наверное, где-то. В 2007 году садили. Общая площадь составляет 500 гектар, рассказывает Николай Александрович, генеральный директор кладовой. Поднимают пашни, где добрый десяток лет ничего не было. В этом году не только возобновили сев для кормовой базы, но и решили добавить новые. Посевы подсолнечника посадили немного турнепса. Ежегодно поднимаем по 100 гектар, то есть залежалые земли. У нас посевные площади довели нынче до 500 гектар. Завершаем посев кормовых культур. Нынче впервые за несколько лет, уже за последние пять лет, начинаем залаживать силос. Реконструируем силосную траншиву. И что интересно, нынче мы на пробу несколько гектаров посеяли подсолнечником, посадили турнепс. Техники с такими темпами впритык. Благо поддержали Алмаза-Анабара. Выделили два трактора. На 11 миллионов закупают прицепной. Объемы значительно возросли. Хорошо поддерживает сельчан-производители Минсельхоз. Участвуя в конкурсе, Алёкминский район вошел в программу по кормопроизводству. Главный индикатор – восстановление заброшенных пашин. Из 400 гектар общих – 100 гектар как раз за кладовой. По этой же программе у нас кладовая лёкма работает. Общая площадь, которую мы должны в этом году, по посевным площадям, это 400 га. Из них 100 га – это кладовая лёкма. Сроки посевной расписаны, рассчитывая возможности, сеют по графику, чтобы не потерять на качестве и сохранить его полноценно.